Эта история началась 23 января во время рабочей поездки народного депутата Александра Пеклушенко в Ореховский район. Встретившись с коллективом и воспитанниками Камышевахской школы социальной реабилитации, депутатская группа узнала о том, что ребятам очень не хватает нормального досуга, ведь живут они практически в заперти. Подарив школе мини-кинотеатр и книги, депутаты от партии регионов пообещали детям устроить им поездку в Запорожье. И через пару недель свое слово сдержали. Некоторые ребята ни разу не были в церкви. Сегодня им очень понравилось, они очень ждали этого дня. В основном семьи малоимущие, родители малоимущие. По словам педагогов, некоторые ребята до того, как попали в Камышевахскую школу, элементарно голодали. И преступления совершили по единственной причине – у них не было нормального детства. Поэтому поездку в областной центр ученики спецшколы начали с посещения циркового представления. Выступление оставило у детей яркие впечатления, учитывая, что практически все никогда прежде такого не видели. После почти трехчасового представления экскурсантов ждал обед в туркомплексе «Хортица», а затем знакомство с историей Запорожского края. В Камышевахской школе учатся ребята из разных областей Украины – от Житомирщины до Крыма. О запорожских казаках наслышаны были все. А вот теперь у них появился шанс увидеть своими глазами легендарную «Хортицу» и подлинные артефакты истории казачества. «Мне понравилось, как казаки застосовывали оружие. Чем они захищались? Про Святославича, про Богдана Хмельницкого». «Я первый раз пошел, мне все понравилось. Самое, что у нас и в цирке, и в музее». Только одно расстраивало ребят – то, что субботний день пролетел так быстро. Коллектив Камышевахской школы и ее воспитанники высказали благодарность людям, которые проявили неравнодушие к судьбе тех, у кого жизнь на старте сложилась не так удачно. Следует убедить этих детей, что учебой и настойчивостью можно добиться в жизни многого. Надо только не опускать руки. Ну и, конечно же, им важно понимать, что их судьба взрослым не безразлична. «Это инициатива депутата Верховной Рады Пиклушенко Александра Николаевича. Мы поддержали депутаты областного совета Марьевич Геннадий и я. Это не первый приезд не только этих детей и других. Мы проводим различные мероприятия среди молодежи. Вот в прошлом году Меридный край, Моя Ореховщина, это я проводил. И самые талантливые дети посетили здесь тоже и музеи, и достопримечательности города Запорожья». Отправляясь в Камышевахскую школу, ставшую на время для них домом, ученики получили напоследок и сладкие подарки. По словам организаторов этой поездки, депутатов от партии регионов, несмотря на любые объективные трудности, эти и другие дети ощущали и будут чувствовать на себе и в дальнейшем внимание и заботу. Продолжение следует...